В очередной раз представители Министерства внутренних дел озвучили намерение ужесточить меры по продаже алкоголя. Сегодня речь идет об ограничении реализации спиртного в магазинах и на автозаправочных станциях после 23.00. Конкретных сроков пока нет, только планы. Главный аргумент – снизится число правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Если в городе закрывается объект, люди идут, в черте города есть АЗС, либо пригород, идут за так называемый, чтобы догнаться. Это влияет на безопасность дорожного движения, отрицательно влияет. Мы имеем такие факты, когда после употребления и приобретения на АЗС совершались дорожно-транспортные происшествия. Правоохранители отмечают, что 80% преступлений совершаются людьми в состоянии алкогольного опьянения. В этом их поддерживают медики. За последние два года на Брещене число состоящих на профучете уменьшилось на 2000 человек. Тем не менее, доступность алкоголя подталкивает население к его покупке и употреблению. Решить проблему можно. Снижением времени продаж алкоголя, уменьшением количества точек там, где продают алкогольные напитки, повышением наказания, усилением наказания за совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Купить алкоголь в Бресте после 23.00 можно в 7 точках. Действует в городе над Бугом единственный в области круглосуточный магазин, в котором можно без проблем приобрести спиртное. В любое время дня и особенно ночи алкоголь доступен на более чем 10 автозаправочных станциях, расположенных в черте города и в непосредственной близости. Ограничение продаж в ночное время отразится, безусловно, на торговой сети. Ограничительная мера впоследствии приведет к реализации продукции через неорганизованную сеть. Соответственно, продукция контрафактная. Качество ее сомнительное, впоследствии это принесет угрозу жизни и здоровья граждан. В первую очередь хочу отметить, что надо приучать горожан к культуре питья. С экономической стороны, конечно, это не могу отметить на такой, скажем так, важный для нас показатель, как товарооборот. Это, соответственно, пополнение бюджета и рабочие места. К предполагаемому нововведению, а МВД и Минздрав ратуют за документ статусом не меньшей указа, неоднозначно относятся население. Я считаю, что можно было бы ограничить, потому что, ну а что, будет по магазинам ходить? Это же, получается, в магазинах не будет продавать. Не думаю, что нужно молодежи в такое время выходить на улицу, потому что выпившие начнутся разборки, драки и все остальное. Я считаю, нет. Кто хочет, тот всегда где-то достанет и купит. Так что я считаю, что не стоит. Я считаю, не стоит этого запрещать. Я считаю, что они запретами ничего серьезного не добьются. Надо запретить даже и пиво продавать, потому что малолетние люди сейчас в наше время от 13-15 лет уже употребляют спиртные напитки. И получается, что надо и в ночное время тоже запрещать вот это все. Горожане высказывают опасения, что запрет приведет к увеличению незаконных продаж так называемого левого алкоголя и активизации самогоноварения. Правоохранители, в свою очередь, к таким упрекам относятся сдержанно. Этот сектор нелегальный, вот под контролем. Поэтому за это надо быть спокойным. Давайте мы поработаем в плане доступности, где на каждом шагу, особенно ночью. Ну кому ночью нужен алкоголь? Это что? Лекарство или это что-то первая помощь какая-то? Утром людям вставать на работу с больной головой, что называется. Поэтому здравый смысл в том, чтобы ограничить реализацию алкоголя ночью. Как показывает практика и опыт зарубежных стран, таких как Швеция, где цены на алкоголь достаточно высоки и в выходные дни алкоголь купить попросту негде, бороться с алкоголизацией можно достаточно успешно. Вот только без культуры питья, которое, как известно, определяет сознание, в нашей стране точно не обойтись. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.